Добрый вечер. 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 Их родственники тоже сидят в российских тюрьмах. И ровно то же самое. Начался какой-то массовый набор без спроса. Наверное, если говорить о бесправе осужденных, все-таки это среди бесправных осужденных одна из самых бесправных частей. Да, это иностранцы. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите без спроса, без согласия, без контрактов. А обычно есть спрос, согласие и контракты. В чем разница? До сих пор были. До сих пор, до последнего времени, я думаю, что вплоть до Нового года, нам поступали жалобы, что забрали насильно, не хотели. Но когда все-таки добираешься с большим трудом на человека, он говорит, минуточку, я вообще с удовольствием и наслаждением буду твоим. Поэтому даже если учесть, что, например, и представить себе, что этот ответ был дан под давлением, например, рядом с пистолетом, ну что ты с этим можешь сделать? Ничего, ничего. Точно так же, как и анонимные обращения, спасите, помогите, забирают. Не хотим, но имя не скажем, номер зоны не скажем, но и область не скажем, сделайте что-нибудь. Да, это, в общем, можно такие сообщения, в общем-то, отметать и говорить о том, что, извините, это все-таки недоказуемая вещь, потому что пока все до сих пор было ура и добровольно. Было давление. Было давление прежде всего на людей, на заключенных, которые оказывают сознательное сопротивление и делают это вслух. Их сажали в ШИЗО и сажают в ШИЗО, их стараются изолировать. Сейчас вообще никому не дают УДО, вообще, в принципе, никому. Условно-досрочное освобождение считается, что хочешь условно, хочешь досрочно, давай воевать, бери контракт, подписывай и уходи. Больше никак. Поэтому давление, вот сейчас массовое давление мы отмечаем только сейчас. И люди называют свои фамилии. Вы, если вернуться к этой цифре, все-таки она для нас является сегодня самым ключевым информационным поводом. Вот это вот огромное выбывание из рядов наемников Вагнера. В первую очередь, это убитые или в первую очередь, как вы считаете, это дезертировшие и сдавшиеся в плен? Ну, 77% это боевые и небоевые потери. На дожде был прекрасный репортаж Нигины Бероевой. Я просто хочу отослать вообще всех интересующихся к этому репортажу о том, как, в общем, люди, которые, например, сдались в плен, записаны у ЧВК Вагнер как погибшие. И таких случаев ни один, ни два, их много. То есть нам приходят, наверное, уже с сентября такие сообщения, что человек, который там похоронен, 5 миллионов выплачено, оказывается, что нет, оказывается, что он жив и где-то находится просто в другом месте. И связано это с тем, что, надо сказать, что Пригожин тщательно скрывает количество заключенных, которые бежали от него в ту или иную сторону. Дезертировали в Россию с оружием в руках. И мы узнаем об этом только после перестрелок, как это было не так давно в городе Шахтинск, Ростовской области. Или после того, как уже люди уже из плена каким-то образом пытаются достучаться до своих родных и сказать, что они живы. А при этом, да, пожалуйста, пришла похоронка, почетная грамота, медалька, цинковый гроб с окошечком. Все это есть. Спасибо большое. Это была Ольга Романова, глава фонда «Руссидящая». Напомню, что фонд «Руссидящая» сегодня публиковал цифры. Первые, наверное, настоящие цифры, посвященные потерям разного рода ЧВК Вагнера на войне в Украине. То есть из 50 тысяч заключенных, воевавших в составе ЧВК, в строю остался только каждый пятый. ЧВК «Руссидящая»